В общем, что тут скажешь? Россия страна чудес. Оказывается, не только Россия, все постсоветское пространство. Каждый изощряется по-своему. Сколько же мы хороших слов услышали в адрес Аркадия Бабченко. Сколько умных журналистов всю ночь не спали, готовили, сделали ролики. Ну, такие же, как я вчера ночью, чтобы успеть сказать какие-то слова в адрес уходящего Аркадия. А он спокойно сидит, наверное, на своем ноутбуке и просматривает все эти комментарии. Я вообще не знаю, что ему скажет, например, Айдер Муждабаев, который, судя по всему, точно ничего не знал и действительно искренне верил в смерть своего друга. Я не знаю, что скажет Конопольский, что скажет Артемий Троицкий, они там целую прямую линию устроили. В общем, все это, знаете, как-то... Даже я не знаю, смысл этой спецоперации лично мне совершенно не понятен. Хотели раскрыть другое покушение, пустили такую утку. И все, в том числе и международное агентство, подхватили, потому что я лично видел новости в Евроньюз, что убит известный журналист в России за его политическую деятельность. В общем, что тут добавишь? Ну, скорее всего, если им удалось на самом деле спасти жизнь Аркадия Бабченко этой операции, что уж хорошо. Но вообще-то эффект этот будет иметь обратно, я думаю, в том смысле, что если потом действительно кого-то еще бьют, не дай бог, то люди будут относиться уже скептически, и половина скажет, ах, перестаньте, завтра он воскреснет. Поэтому как бы обмануть все СМИ. В общем, ребята, я не знаю, такие методы. Наверное, всему миру надо поучиться в Украине. Вот так вот. Сегодня объявили, Петр Порошенко умер. Или началась полномасштабная война, обвалили биржу. Потом раз через 2-3 дня, да нет, это мы так пошутили, у нас эта операция Порошенко жив, война не началась. Давайте, вертайте все взад. Не знаю, мне такие методы непонятны. Объясните мне смысл действия сего. В общем, посмеялись над нами. Или мог бы я выражаться, выразился бы пожестче. Что ж, удачи, здоровья. У Бабченко мы ему уже вслед очень много чего сказали. Теперь мы все выглядим как лохи. В общем, ребята, нельзя нам быть такими. Нужно, оказывается, не доверять никакой информации. Так просто не реагировать, а ждать. Дня 2, 3. Мало ли что объявят. Сегодня умер, а завтра воскрес. Чудеса, да и только. Дня 2, 3. Продолжение следует... Продолжение следует...